Друзья, всем привет на моем канале! Я веду из Калифорнии, сейчас из Лос-Анджелеса, Оранж-Каунти. Сегодня такое быстрое видео с информацией для тех, кто хочет переехать в США. Вот я расскажу о бенефитах, об условиях бенефитов. В принципе, эта информация важна, мы только что ее получили. Вот за мной вот это здание, это Social Services Agency, социальная служба, так сказать. Что-то наподобие, как вот кто из Германии меня смотрит наподобие джоб-центра. Вот, это в Оранж-Каунти, нас сюда пригласили после двух месяцев жизни в Америке. Мы тут два месяца. Нас пригласил социальный работник, который занимается вопросом нашей здесь занятости, activity, они это называют. И он нам показал программу, обязательную программу. В принципе, от нее можно отказаться, но они обозначат, что ты отказался от обучения. Программа называется CallWorks. То есть он нам презентовал, получается, эту программу. Эта программа, для чего она нужна? Я сейчас расскажу, это очень такой важный момент, с чем будут сталкиваться очень многие, кто приехал по программе U4U, украинцы, и которые будут пользоваться бенефитами. Это касательно бенефитов, поэтому это видео, в принципе, важное. Вот я только получила эту информацию, хочу ее поделиться на канале, потому что мы это полностью так вот до конца не знали. Так вот, он презентовал нам программу CallWorks. Это программа, которая позволяет нам пользоваться бенефитами первое время. Это значит, пока до полугода точно. Это medical care, страховка. CallFresh – это продуктовая помощь или деньги на продукты. И CallWorks. То есть нам, нашей семье, выделяются бенефиты. Они полностью не покрывают жизнь в Америке. То есть рент они не покрывают. За рент мы платим сами. За транспорт сами. Но это дается медстраховка, деньги на еду. И CallWorks – это еще деньги на расходы. На семью – это тысяча с чем-то долларов. Всего это немного. Там сумма меняется, поэтому я не говорю точно. Это небольшая сумма, но она очень помогает. Ее хватает, в принципе, на питание. На какие-то вопросы хватает. Друзья, эти бенефиты, вот эту программу CallWorks, чтобы ей пользоваться, чтобы ее не сняли. Она очень нужна, пока ты учишься и начинаешь работать. Ты должен выдержать их условия. И вот какие это условия. Нам о них рассказали. На семью два человека мы должны вместе, или кто-то один, 160 часов в месяц быть заняты. То есть activity. Это 80 часов мы должны обучаться языку. Либо в колледже, либо пока ты записываешься в колледж. Мы с января пойдем уже в колледж. Мы уже договорились. В Saddleback College у меня есть вот видео об этом. Вот я показываю ссылку. Языковой колледж хороший. А пока нам предложили до января онлайн обучение, вот как раз по этой программе языку. Ну там будет небольшой языковой курс, и это тоже хорошо. Но он обязательный, чтобы с нас не была снята программа. То есть это по 40 часов в месяц мы проходим курс. И также мы должны быть заняты, либо найти работу, устроиться на работу как работник, либо иметь свой бизнес. Вот им подходит то, что мы self-employer, самозанятые, причем здесь не нужна регистрация. Можно просто в конце года, ну у них это апрель, подать декларацию, заплатить такс-налоги. И что интересно, мы можем часть времени трудочасами работать, это еще 80 часов. Это общая 160, вот 80 обучения на семью, вот на двоих взрослых. А 80 это занятость. Либо ты должен устроиться на работу и показать эти 80 часов в месяц. Либо иметь самозанятость, то есть свой бизнес. Это у кого-то, вот как у нас там дизайн, у кого-то это дор-дэш, у кого-то это маникюры, у кого-то это еще какая-то занятость. Но также если ты ищешь работу, это джопсач, поиск, ты можешь это включить. То есть ты, допустим, можешь из этих 80 часов, 60 часов искать работу, что тоже очень важно, 20 часов работать и разделить это. Либо все 80 часов работать, либо один вообще человек может и учиться, и работать, использовать 160 часов. Но дается вот на двух людей, получается, на семью 160 часов. Это обязательно, чтобы у нас оставалась программа, вот эта Call Works, которая включает в себя Call Fresh, Call Works и Medical Care. В принципе, я думаю, что я понятно рассказала. Стараюсь быстро, нужно бежать. Вот я пытаюсь сразу тут на фоне социальной службы, Social Services Agency записать это видео. Может, кому-то эта информация поможет, как здесь все работает. То есть, если вы приедете в течение месяцев двух, или после двух месяцев, если вы пользуетесь бенефитами, к вам придет вот такое вот предложение. Вот я показываю, как выглядит эта программа. Вы должны будете встретиться. Это полностью англоговорящий социальный работник. И обсудить с ним, получается, свои вопросы занятости. Друзья, еще пару слов. Если вы нарушаете часовой режим, допустим, у вас получилось не 160 часов, а 100 часов, они будут рассматривать это, что вы, в принципе, недостаточно заняты, чтобы они вам платили столько денег, и помощь могут снижать. Теперь еще важный момент. Когда ваша деятельность превысит какую-то сумму, допустим, вам будет полностью хватать ее здесь жить, платить там за рент эти 2,5-3 тысячи долларов, питание, страховку оплачивать самостоятельно. Это тысяч минимально 5-6 долларов в месяц. Когда вы будете эту сумму получать, у вас будет форма, где вы покажете свои... Тут в Америке все открыто. То есть вы должны показать ваши расходы, опять же, рент, фуд, еда, insurance, car insurance, medical insurance, страховки и так далее, транспорт. То есть вы это все покажете и покажете с другой стороны свой заработок. И часы работы, заработок, учитесь ли вы. И они посмотрят, снижать вам помощь, оставить, убрать полностью, либо там часть доплачивать, потому что, может быть, будет садик или еще что-то. Ну, в общем, вот такая ситуация здесь с помощью. Здесь обязательно, если ты получаешь бенефиты, после двух месяцев, первые два месяца, я как понимаю, тебя никто особо не трогает, чтобы ты устроился. Точнее, наладить жизнь. И вот потом они предлагают вот эту программу, когда ты и учишься, и работаешь, но это все дозировано. Четыре часа работаешь, и там пару часов учишься. То есть это не так, что ты восемь часов десять отпахала, потом еще четыре учишься. Нет. Они предусмотрели, что тебе, да, добавляют еще деньги, за которые, в принципе, хватает тебе на жизнь. То есть тебе хватает здесь, немножко работая, немножко учась, первое время, плюс бенефиты полностью выживать, снимать квартиру и себя обеспечивать. Это очень круто, и ты можешь развиваться. И уже, получается, я повторюсь, через шесть месяцев, это как бы они выделили срок, как я понимаю, на то, что ты должен наладить свою жизнь, уже понимать, как бы обустроиться немножко. Они уже с тобой дальше вот это вот говорят о том, сколько ты зарабатываешь, сколько тратишь, и твой инком, твои траты, и уже решают оставлять помощь какую. В общем, я думаю, что я так смогла это все объяснить. Вот так выглядит здесь здание социальных служб. Вот. Я немножко покажу. Парковка. Я сейчас быстро пить кофе. Мы в Старбакс. У нас до сих пор еще нет машины. Мы занимаемся этим вопросом. Пока передвигаемся на лифте, на Uber. Ничего страшного. Мы, в принципе, заработали первые деньги. Мы их показали. Мы показали чеки. Я тоже сделаю об этом видео. Постараюсь, блин, успеть. Все. Надеюсь, мой ролик полезен. Делитесь. Поддержать мой канал. Бегу дальше. Все. Пока дети в школе. Скоро забирать детей. Ну и покажу сейчас по ходу, что смогу. Друзья, смотрите, какая тут прикольная архитектура, как в Австрии. Такая серая, как с деревом. Рядышком. А вот озеро. Первый раз увидела желтые деревья, потому что хвоя и пальмы. Это редкость. И вот так как без машины, можно что-то увидеть. Вот идем. За забором стоят вот такие пальмы. И вот я покажу сквозь забор. Тут вот такое озеро. Красиво. Смотрите. Пальмы не обрезанные. Вот так вот выглядят. Не постриженные точнее. Без машины тоже интересно путешествовать. Вот отсюда вид. Вот стоит лавочка. Это местность. Называется городок Лагуна Хиллс в Уранж-Каунте. А это приватная территория. Написано, что рыбу не ловили. Вот две минуты. Буквально мы пришли в Старбакс. Вот так выглядит Старбакс. Я беру вот эти конфеты. У них классный маршмеллоу. То есть у них реально прикольно. Тут кофе. И, кстати, кофе вполне хорошего качества. Они делают так, что тут у них еще и бургеры различные. Кто-то общается. Кто-то вот кучает свою еду. Кофе я покажу. Классная спинка. Очень много разговоров, что в Америке нет кофе нормального. Вот они даже пишут. Алекс, Латэ написали. Даже имя подписывают. И кофе реально классное. Вот вместе с конфетой вышло 7,70 в Старбаксе. Антон вызывает Uber или Lyft. Lyft. Сколько нам стоит будет домой поездка? 19 долларов. 19 долларов. И туда 19. Вот тебе 40 долларов. Туда было дешевле. Туда дешевле? А чего так? Ну, разное время. Разное время. А, сейчас как раз полдень, видно, едут 12. Вот, 19,84. 20 долларов. 20, да. А туда 12, да? Да, туда 12. Получается, у них еще от времени зависит стоимость поездки. Потому что едем ровно то же расстояние. Тут в Америке буквально два слова скажу. Интересный момент по поводу цен. Цена зависит не только, она не фиксирована. Она все время зависит от времени, от количества, от места. То есть даже вот вообще ни на что нет фиксированной цены. Еще сверху могут быть налоги. То есть мы к этому еще, конечно, не привыкли. И я думала, что мы поедем за те же 12 долларов. Но нет, вот тебе 20 долларов. Просто так вот. Изменилось всего час времени. Полтора прошло. Пока иду домой, еще хотела вот что сказать. О том, что здесь очень классно, что вот без проблем ты можешь встретиться со своим по работе, получается, консультантом социальным, по обучению. Есть ее телефон, всегда написать. Тебя с удовольствием примут, еще там кофе угостят. И обсудить все. В Германии для меня это вот такой самый больной момент, еще один. Это было вообще невозможно, потому что мы полтора года добивались и просили, чтобы нас приняло наш в джоп-центре, наш как бы менеджер, или как это правильно, консультант называется. И мы так и не смогли добиться этого, потому что мы также хотели учиться и работать параллельно. Развивать опять же свою дизайн-студию. У нас были заказы, которые мы не могли делать. И мы не смогли этого добиться. А потом говорят, что в Германии там много украинцев нахлебников и только на социале. Я вам скажу, что практически часто невозможно там чего-то добиться и устроиться. И опять же, если ты там где-то устраиваешься уборщица, окей. А если ты там хочешь заниматься своим бизнесом, это практически невозможно. Там они просто с тобой даже не разговаривают. Ну вот мы с этим столкнулись. Вот у нас была такая ситуация. А здесь, пожалуйста, мы сказали, что мы self-employer. Окей, супер, развивайте, все в порядке. Все подходит, как и нужна от нас консультация. Там сказали, что без проблем все подскажут. В общем, друзья, такая ситуация. Вот я хотела на этом сакцентировать внимание. Немножко, да, сравнить, что там у нас просто не получалось ни разу попасть в джоб-центр. Мы в Германии ни разу, ни разу не смогли туда попасть просто. Хотя там написали, если я скажу там 50-100 писем, так это точно. Звонили, писали. Охрана на входе нет, нет, нет. Только немцев пускают украинцам. Вот у нас в Аугсбурге вход был строго запрещен. Ну вот так. Все, всем пока. Смотрите мои видео, поддерживайте лайками. Всем исполнения мечт и здоровья.